Вязание изнаночной петли первый способ или классический. Петля провязывается за переднюю стенку. Сначала ложим на указательный палец рабочую нитку, которая идет в клубку. И тремя пальцами левой руки зажимаем нитку. В правую руку берем спицу. Первую петельку в вязании всегда снимаем. Для этого внутрь петли справа налево вводим спицу. И указательным пальцем правой руки немного пододвигаем левую спицу, чтобы снять петельку и перенести ее направо. После этого переносим рабочую ниточку перед спицей. И вводим правую спицу справа налево под переднюю стеночку петли. Затем из-под низу заводим за рабочую ниточку, подхватываем ее, отводим спицы налево. И затем протаскиваем петельку, отводя спицу направо. Указательный палец переносим немного вперед и снимаем петельку с левой спицы. И так вяжем до конца ряда. Если мы будем вязать в каждом ряду одни изнаночные петельки, то у нас получится образец платочной вязки. Вязание изнаночной петли второй способ. Ложим рабочую нитку сверху левой спицы. Затем правую спицу заводим под рабочую нитку и вводим внутрь петли справа налево. Затем немножко растягиваем петлю, при этом отводим спицу в правую сторону, сверху захватываем ниточку и протаскиваем через петлю. Затем указательный палец правой руки пододвигаем вперед и снимаем петельку с левой спицы. Теперь снова набрасываем ниточку и повторяем эти же движения до конца ряда. С вами была Ирина. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube или на Ямалу рассылку на сайте knittingfabeginners.ru До новых встреч!